Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Марина Вахрушева. Очередная интересная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта ждет тебя прямо сейчас. Смотри до конца и не переключайся! Чемпионат Европы по бадминтону завершился, и теперь в борьбу вступают студенты. 20 февраля состоялись соревнования по бадминтону среди студентов высших учебных заведений Республики Татарстан. Кто из спортсменов отличился в составе сборной КФУ и какое место у Казанского федерального в общем зачете? В репортаже нашего корреспондента Александра Закировой. Бадминтонисты вузов Татарстана 21 февраля встретились в Казанском центре бадминтона в рамках ежегодной спартакиады. Целью соревнований было не только выявление лучших спортсменов, но и развитие, а также продвижение бадминтона, который многие несправедливо относят лишь к любительскому виду спорта. В общем, уровень повысился, уже не говоря о том, что, например, появились обучающие в других странах, можете посмотреть состав команд, очень приятно. На корте развернулась настоящая борьба за победу. Каждый спортсмен старался отстоять честь родного вуза. Особенно зрелищным был матч за второе место между Казанским государственным медицинским университетом и Казанским федеральным университетом. С самого начала спортсмен команды медицинского университета начал превалировать над соперником. Многочисленные болельщики, поддерживающиеся трибуны, также придавали ему уверенности. Однако позже спортсмен Казанского федерального смог сконцентрироваться и дать противнику достойный отпор. Поражала сила его удара и воля к победе. В течение двух минут во время перехода на другую сторону бадминтонисты пытались восстановить силу, и спортсмен Поволжской академии оказался выносливее. У него хватило сил и концентрации для того, чтобы одержать достойную победу. Не только юноши, но и девушки сумели показать динамичную техничную игру. Женская парная встреча команд КФУ и Поволжской академии спорта и туризма наглядно продемонстрировала высокий уровень подготовки спортсменок. Бадминтонистки Казанского федерального были настроены лишь на победу и упорно шли к своей цели на протяжении всего матча. Четкость и слаженность прослеживалась в обеих командах. Игроки составляли друг другу достойную конкуренцию, профессионально следя за силой подачи движениями соперников. Однако спортсменки Поволжской академии оказались сильнее. Тренируемся почти каждый день по два раза, поэтому результаты хорошие. Я стою в сборной Татарстана, в резерве сборной России. Готовимся к соревнованиям очень тщательно. Турнирная таблица после соревнований выглядела следующим образом. Поволжская государственная академия физкультуры, спорта и туризма одержала победу, завоевав первое место. Спортсмены команды КФУ заняли почетное второе место. На третьем месте Казанский государственный архитектурно-строительный университет. Александра Закирова, Лолита Юрчик, Неделя спорта. 25 февраля в Зеленодольске состоялся Кубок России по зимнему триатлону. Спортсменам предстояло преодолеть три дистанции разной протяженностью и разным уровнем сложности. Хочу напомнить, что наш телеканал является информационным партнером велосоревнований, проводимых под эгидой ассоциаций циклических видов спорта Республики Татарстан. Подоблюдать за яркой и непростой гонкой отправилась Юлия Целиковская. 25 февраля в Зеленодольском спортивном комплексе «Маяк» состоялось первенство России и Кубок России по зимнему триатлону, а также чемпионат и первенство Республики Татарстан. В Зеленодольск съехались триатлонисты практически со всех уголков страны. Пермский край, Чувашская республика, Республика Татарстан, Мариэл, Москва участвовали в соревнованиях как профессионалы, так и любители этого вида спорта. Под ободряющие крики болельщиков, юниоры и юниорки, мужчины и женщины преодолевали этап за этапом первенства России и Кубка России. После беговой дистанции в 7 километров триатлонисты пересаживались на велосипеды, велогонка составила 12 километров. Затем их ожидал третий этап – лыжня, 10 километров. Лучшее время среди мужчин на Кубке России показал Андрей Алисов из Москвы. Среди женщин лучшей стала Мария Ладяжкина, представительница Чувашской республики. Татарстан очень хорошая, настрой позитивный, настроение просто замечательное. Гонка прошла, погода прекрасная. Тем более после финиша все хорошо. Чемпионат первенства РТ проходил по такой же схеме, но дистанция была меньше. Бег составил три километра, велогонка и лыжная гонка по пять. На старте оказались юноши и девушки 15-17 лет, а также мужчины и женщины. Мы весь сезон к этому старту, чтобы выиграть. Маленьким триатлонистам тоже дали возможность проявить себя, только дистанции у них были всего по 2 километра. Самому юному было 11 лет, а самому старшему 61 год. Всего медали были разыграны в шести возрастных категориях по России и в восьми по Республике Татарстан. Участникам на будущее я пожелаю, во-первых, здоровья, чтобы они готовились с умом, подходили к своим тренировкам, не форсировали, но при этом и не давали себе слабину. Вот, искали золотую середину и получали удовольствие от спорта. Поздравляем всех победителей и призеров соревнований. Юлия Целиковская, Булат Гусейнов, Неделя спорта. С 24 по 26 февраля состоялись соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады студентов и аспирантов Казанского федерального университета. Нововеды института социально-философских наук и массовых коммуникаций ставили большие надежды, но и не исключали, что борьба с главными претендентами будет напряженной. Подробнее с места событий Владислав Сергеев. 26 февраля на паркете спортивного комплекса «Бустан» состоялись финальные игры чемпионата КФУ по мини-футболу среди студентов и аспирантов. Первая игра полуфинала состоялась между юридическим факультетом и институтом управления экономики и финансов. Обе команды отлично выстроили линию обороны, что не позволило матчу закончиться в основное время. И исход встречи решила серия пенальти. Итоговый счет встречи 3-2. Победа юристов. За выход в финал бились также набережные Челнинский, институт КФУ и институт физики. Игра между этими командами получилась яркой на опасные моменты. И на голы. Два мяча челнинцев. Физики смогли ответить лишь одним. Таким образом за третье место боролись физики и экономисты. А в финал вышли юристы и челнинцы. Матч за бронзу между экономистами и физиками можно назвать одним из самых эмоционально напряженных. Регулярные контратаки, множество опасных моментов, фолов и счет 0-0 после двух таймов. Серия пенальти перевалила за три мяча. И только физики смогли забить четвертый. Тяжело было, очень тяжело. Наш лидер команды, Михаил Сесев, не смог в этом принять участие в турнире. Играли неполным составом, без замен, можно сказать, почти. Ну вот сами видим, у нас две игры были серия пенальти. Полуфинал мы в конце проиграли. Но очень тяжелая была игра. Бронзовые медали достались тяжелым трудом. Настойный финал между юристами и челнинцами оказался самым скудным на забитые мячи. Игроки обеих команд старались играть осторожно. Но при этом наибольшее количество фолов было именно в этом матче. Напряженная обстановка и усталость внесли свои коррективы. Долгое время счет оставался неоткрытым. Игроки не попадали по воротам в самые удачные моменты атаки. И только во втором тайме счет был открыт. Первый мяч оказался победным. Челнинцы воспользовались ошибкой нападающего юристов. И четко с работы в контратаке вырвали победу. 1-0. Победа набережной Челнинского института КФУ. Матч достойный финала. Очень напряженная игра была до одного гола. Хорошо, что это мы забили и забрали золото. Любая победа приятная. Тем более такая на морально-волевых. После трех игр подряд очень тяжело играть. И два дня подряд так же. Но очень рады этой победе. Владислав Сергеев, Софья Чигунова, Неделя спорта. Мы продолжаем программу Неделя спорта. И сегодня у нас в студии ведущий специалист Департамента по молодежной политике Казанского Федерального университета Максим Гаврилов. Максим, здравствуй. Здравствуй. Вчера завершили соревнования по мини-футболу, которые длились на протяжении трех дней. Какие бы ты мог подвести итоги? Да, соревнования действительно продолжались три дня. Итог могу подвести такой, что качество футбола в этом году в Казанском университете повысилось. Порадовало то, что все 17 институтов и юридический факультет приняли участие. Была очень напряженная борьба, и не зря три серии пенальти в плей-офф этого турнира это нам наглядно доказывают. Ну и новый победитель – набережный Ченнинский институт КФУ. Их можно с этим поздравить. А как бы ты мог охарактеризовать игру геологов? Может, они вновь не смогли выйти из группы? Ну, геологов произошла смена поколения. В таком подразделении, как институт, университет, это само собой разумеется. Студенты приходят, уходят. К сожалению, новые игроки не смогли показать тот уровень, который показали уже ушедшие игроки. Но это все дело наживное. Я думаю, придут в следующем году первокурсники. И геологи вновь будут одним из фаворитов, войдут в каторгу фаворитов нашего турнира. А поделись ли на ступень выше какие-то сборные? Да, можно отметить химический институт, который занял по итогам первенства пятое место. Мы вошли также в восьмерку сильнейших институт международных отношений и истории востоковедения. Как я уже сказал, новый чемпион это набережный институт, который играл в финале с юридическим факультетом, которые также сделали шаг вперед. При этом нельзя сказать, что прошлогодние победители, призеры как-то отступили. Институт управления экономикой и финансов занял, да, пусть и четвертое место, но это они проиграли в бронзовый матч в серии пенальти, показали достойную игру. А в финале было ли ожидаемо, что встретятся такие сильнейшие соперники? Я думаю, что нельзя было предсказать такой финал. Все-таки многие зрители, болельщики ждали, что будет кто-то, ну, в финале, скорее всего, будет институт управления экономикой и финансов. Что касается набережного Челнинского института, тут, конечно, наши казанские студенты знают чуть хуже их уровень, но они всегда приезжают с сильной командой, так что вполне можно было ожидать Челны в финале. А юридический факультет, ну, им всегда чего-то не хватало совсем чуть-чуть, но вот в этом году они собрались, показали очень качественный футбол, вышли в финал, но вот в финале немножко не хватило им. А были ли спорные моменты на протяжении вообще игр? Конечно, куда без спорных моментов, ведь это спорт, но тем более такой контактный вид спорта, как мини-футбол, без споров никуда. Судейский вопрос будет подниматься извечно и всегда, могу сказать это с уверенностью, так как сам иногда сужу. Ты только что сказал, что ты иногда сам судишь, а каково, когда судят твою игру, в которой ты принимаешь участие? Совсем ли ты согласен? Конечно, нет. Если судят твою команду, а ты сидишь на скамейке, ты не соглашаешься с судью, в принципе, практически никогда, когда свисток не в твою пользу. Когда ты смотришь нейтральную игру, ты достаточно часто соглашаешься с судьями и понимаешь, что их уровень достаточно высок, и они действительно свою квалификацию подтверждают. Но когда играет твоя команда, это эмоции, это страсть, это на самом деле, наверное, в какой-то момент и выключенная голова, потому что ты переживаешь, ты болеешь. А уж когда ты находишься и на поле, и ты играешь, то тут уже очень явные, вернее, очень редкие те моменты, когда ты соглашаешься с судьей, когда свисток направлен против твоей команды. Ну, это эмоции, но главное все-таки их суметь содержать в себе, иначе ты получишь красную карточку и подведешь и себя, и свою команду. Максим, спасибо большое за анализ про Шадж Хигер. Ну, я напоминаю, что сегодня у нас в студии был ведущий специалист Департамента по молодежной политике Казанского федерального университета Максим Гаврилов. Спасибо большое еще раз. Спасибо вам. Ну, и на этом все. Вы смотрели программу «Неделя спорта». С вами была Марина Вахрушева.